Добрый день, уважаемые дамы и господа! 9 марта, новая программа, очередная программа «Деловая среда», и я с вами, автор и ведущий, Константин Рангс. Сегодняшняя основная тема программы – это изучение иностранных языков. Какие, где и как, хорошо ли нам изучать их за границей, или можно это делать прямо здесь, в нашей родной ринге. Сегодня наши эксперты – это основатель London Gates Education Group Юлия Десятникова. Здравствуйте! Здравствуйте, добрый день! И руководитель языковой школы класс С Клариса Перельмутер. Здравствуйте, Клариса! Здравствуйте! Итак, вы эксперты, насколько у вас большой опыт работы. И я, прежде всего, рассчитываю, что именно вы расскажете мне и нашим радиослушателям о том, собственно говоря, как сейчас, где учить иностранный язык. Я так понимаю, что начнём мы, в первую очередь, с английского языка. И что это даёт, какие есть, так скажем, проблемы, и какие есть, так скажем, на этом пути и возможности достижения подводной камни. Может быть, мы узнаем что-то интересное для нас и наших детей. Вы можете звонить нам по телефону 672-12-939, либо 672-13-939, а также заходить на наш чат, видеочат MixNewsLV, RadioBolt.com Live. Итак, первый вопрос. Всё-таки давайте определимся, что у вас за учебные, ну как это правильнее назвать, организации, учебные предприятия. Давайте, Юлия, начнём с вас. У вас это... Я слышал, что говорили так, что у вас школа. Другие говорят, что у вас курсы. Скажите, пожалуйста, из первых рук, что такое London Gates? London Gates, начнём с отрицания, это не школа и не курсы. Это образовательный центр, преподавание в котором ведётся, в данном случае, на английском языке. Это образовательный центр, который сегодня существует в Риге, в Милане, в Санкт-Петербурге и в Москве. В Москве он существует пять лет, в Риге вот чуть больше года. Скажите, пожалуйста, а, собственно говоря, кто является учащимся в вашем образовательном центре? Ой, вы знаете, очень люблю отвечать на этот вопрос, потому что особенно, как бы, когда мы говорим о самых юных участниках, учащиеся образовательного центра London Gates – это молодые люди в возрасте от 2 до 17-18 лет. Ага. Ну, в общем, собственно говоря, то самое время, когда лучше всего учиться. Теперь, Клариса, ваше учебное заведение, расскажите о нём. Наше учебное заведение занимается тоже преподаванием языков, не только английский, а разных языков. И мы обучаем и детей, и взрослых, хотя начинали когда-то довольно давно, с обучением взрослых по интенсивной методике. Но постепенно расширились, и теперь, используя элементы этой методики, обучаем и детей, и взрослых. Понятно. Итак, давайте всё-таки начнём с английского языка. Вот скажите, пожалуйста, я понимаю, что английский язык – это ваш, можно сказать, хлеб. Насколько он сейчас востребован? Вопрос мой не случайен. Я слышал такую вещь, и это об этом говорят люди, что вот сейчас в наших школах, я имею в виду балтийские страны, что здесь тоже учат иностранным языкам, потом можно поступить здесь у нас в университет, тоже будешь изучать тот же английский язык, и в конечном счёте ты будешь говорить по-английски достаточно неплохо, а кому надо, тот вот может только подтягивать язык, ну, как бы уже дополнительно. Вот первый вопрос сразу возникает следующий. Насколько действительно с вашей точки зрения существует потребность в усиленном изучении английского языка здесь у нас? То есть сколько недорабатывает, так скажем, школа и вузы для того, чтобы иметь, ну, я не скажу перфектное, но хорошее качественное знание языка? Давайте я начну. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что то, чем занимаюсь я, будучи доктором психологии, и то, чем занимается тот образовательный институт, который, собственно, мной придуман, не ставит перед собой целью изучения английского языка. Для нас английский язык – это средство. С помощью этого средства мы достигаем многих целей. Мы учим людей учиться на языке, мы развиваем их понятийные и когнитивные навыки, мы занимаемся развитием социального и эмоционального интеллекта. Кроме всего, Центр Лондон-Гейтс имеет профессиональную аккредитацию самого крупного британского экзаменационного совета ЭДЭКСЛ, и мы полномочны готовить и принимать экзамены на британский A-Level, который является аналогом диплома об окончании среднего образования. Поэтому я ещё раз хочу подчеркнуть разницу между изучением языка и обучением на языке. Но, безусловно, отвечая на ваш вопрос впрямую, на мой взгляд, так случилось. Мы с вами живём в такую эпоху, когда английский язык – необходимое средство для достижения всех вышеупомянутых целей. Поэтому очень важно заниматься этим и с детьми, и с взрослыми, чем, как я понимаю, активно занимается моя визави. Вот, кстати, Кланица, а к вам приходят молодые люди, которые учатся в школе или, допустим, в вузе, чтобы подтягивать свой язык? Ну, бесспорно, приходят молодые люди, детей приводят. Именно для того, чтобы освоить английский язык. Ну, или любой другой язык. То есть подтянуть его не хватает школьного уровня? Я бы не сказала, что подтянуть, потому что есть дети, которых прекрасные оценки в школе, но они просто хотят поддерживать уровень и улучшать уровень своих знаний. Но с маленькими детьми несколько иначе, поскольку они только начинают, и мы тоже работаем только на английском языке. Мы, правда, не обучаем никаким другим навыкам, но с языком мы работаем на том языке, на изучаемом языке. Вот, кстати, очень интересно, я хотел отметить, Юлия, у вас всё-таки, вот вы отметили с двух до, так будем говорить, до двадцати, да? Ну, до восемнадцати в среднем. А скажите, пожалуйста, а у вас люди старшего возраста присутствуют? Да, присутствуют. Потому что, как я понимаю, у вас более гибкая возрастная политика. До восьмидесяти. До восьмидесяти? Ну, наверное, мы бы взяли и больше, но просто не приходили. Не приходили, а в восемьдесят лет приходили учить язык? Приходили. Да? Да. И зачем? Причем работающий восьмидесятилетний приходил. Понятно. То есть им нужен английский язык для работы? Им нужно для работы. Вот, и приходят у нас даже были группы сеньоров. В основном там были бабушки, у которых дети за границей, и внуки говорят только на английском. Да, то есть это уже происходит языковое замещение, да? Да. Но это, надо сказать, очень болезненная вещь, потому что так, как говорят дети, бабушки освоить довольно сложно. Ну, понятно. Слушайте. Их по-русски не понять. Да. Очень интересный тогда сразу методический вопрос, да? А существует ли вообще отсутствие склонности к иностранным языкам или, наоборот, его наличие? С чем вы сталкиваетесь? Ну, давайте, наверное, здесь я отвечу по своей. Не в качестве руководителя бизнеса, а в качестве все-таки психолога, да? Да, вот именно поэтому. Это вопрос по прямому назначению. А ответ, конечно же, нет. Вопрос не существует, никаких ограничений. Вопрос всегда в форме и всегда в том, кто тот персоналити, который производит процесс обучения. И это, так сказать, в рамках того, что мы делаем, это имеет первостепенное абсолютно значение. Но я подозреваю, что ровно тоже происходит в любом образовательном центре. Всегда зависит вопрос в основном от того, кто и как это делает. Никаких психофизиологических ограничений не существует по определению. Погодите, тогда другой момент. А есть талантливые люди к языкам, у которых особый талант, оборотная сторона ненормальности, так скажу? Вы знаете, что считают склонностью? Потому что склонность появляется очень часто, когда есть сильнейшая мотивация. Вот если у человека есть мотивация, у него может появиться склонность. Ну, в принципе, не обнаружено связи вот этой, насколько мне известно, все исследования. Я согласна с коллегой, что... Ну, там, вы знаете, есть нюансы, потому что, конечно, есть какие-то психофизиологические особенности. Ну, например, хороший музыкальный слух, который помогает объективно, потому что, да, есть мелодика языка, есть чувство ритма. Это помогает. Ну, это все, понимаете, плюс-минус километр. Извините, на практике могу сказать. У меня занималась пианистка с великолепным, естественно, слухом. Великолепно имитировала и великолепно слушала. И забывала тут же. О, это другой вопрос. Вот это, кстати, очень больной вопрос. Но прекрасно все она воспроизводила чудесно. То есть в каком-то смысле ей это помогало. Причем она слышала, даже очень сложно же на трубку воспринимать. Я прошу прощения, но кто-то из слушателей хочет задать вопрос. А вот он как раз... Алло. Он сорвался. Вот, видите, у нас зачастую они... А вот, по-моему, ловится. Алло. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Я только подключился, не знаю общей тематики, но направление она поняла. Но единственный вопрос, что способны и неспособны люди, конечно же, есть неспособные, которые менее способны. Во-первых, возрастная группа психологов знает прекрасно, что дети усваивают до пяти лет почти автоматически любой язык, который слышит, и постоянно рядом с ними, без напряжения и даже не запоминая, не прикладывая это усилий. После начинает падать усвояемость 12-14 лет, она уже снижается, способность к познанию, изучению языка. С возрастом опять обратная же тенденция. Чем старше человек будет становиться после 50, извините меня, просто сам фактор памяти срабатывает. У одних людей память лучше, у автоматическая, у других хуже. Когда уже начинают забывать слова своего родного языка, редко употребляемые, когда с натугой вспоминают фамилии или адреса, это также само способствует ухудшению, усвоению языка словарного нас запаса хотя бы. Конечно же, здесь люди отличаются. В этом я почему-то не согласен категорически. Спасибо большое, да, вот это точка зрения. Давайте попробуем разобраться. Действительно ведь мы все знаем, что люди с годами забывают даже, где очки у них, хотя они у них на носу и прочие неприятности. Друзья, мы отвечали до этого, видимо, наш слушатель просто действительно поздно включился, но мы до этого, я просто хочу напомнить, на какой вопрос мы отвечали. Существует ли изначальная природная предрасположенность? И мы ответили на этот вопрос. Если бы вопрос был сформулирован, происходит ли изменение с этой предрасположенностью в течение жизни, ну, очевидно, что да, возрастный компонент никто не отменял. Просто мы немножко ответили на один вопрос, а получили объяснение немножечко другого угла. Ну, это бывает. А вообще вот интересно, вы можете сразу, вот у вас уже большая практика, вы можете примерно сразу сказать, какие, скажем, перспективы изучения языка у этого человека? Или все это фикция, что действительно нужно поработать с человеком, чтобы понять, кем он сможет стать в плане владения? Вы знаете, это очень смешной ответ. Если речь идет о маленьких детях, вот я отвечу про детей и передам слово, то практически всегда можно предположить результат. Причем он будет касаться не только изучения языка или предметов на языке, а чего угодно. Если приходит маленький ребенок, и с ним приходит серьезно мотивированный, заинтересованный, умный взрослый, то можно сто процентов сказать, что этот ребенок обречен на успех. А вот если это происходит иначе, то это зависит. Вот какой опыт со взрослыми я не знаю. А вот со взрослыми, Клоиса? Со взрослыми, конечно, определить сразу, насколько человек будет воспринимать. Но, понимаете, я эту фразу, у меня нет способности к языкам. Первое, что мы слышим, когда человек приходит, нет способности. Я уже ее слышать не могу. Вы понимаете, что значит нет способности? В Швеции люди владеют двумя-тремя, в Дании двумя-тремя-четырьмя. Они что, более талантливы? Ну, вот у меня такое ощущение, не знаю, вот что скажет психолог, что в детстве, когда в школе детей учили, шло бесконечное вот это давление, ты не так, бесконечная коррекция, исправление, говорить не давали. Идет давление учись, ты должен учиться лучше. Понимаете, и для ребенка очень удобно сказать. А у меня нет способности. И мама отстанет, ну, бедная, бедная, нет способности у него, ну, что теперь делать? И вот эта детская застревает. Вот не остались ли эти взрослые теми детьми, на которых давили. То есть своего рода такой инфантилизм, что ли, получается? Это не инфантилизм. Вы совершенно правы. Это некое социальное клише, социальное, ну, если хотите, повреждение, которое мы получили из своего печального прошлого, которое нам всем досталось одно и то же, да. Это постсоветская травма, которая, к сожалению, имеет место быть у всех людей, которые выращены на постсоветском пространстве. Потому что действительно всех учили так в школе, понимаете, от рамочки до рамочки. Главное в середочке, в серединочке не высовываться. Точка зрения – это вообще непонятно, что такое, кто это придумал. И человек, он как бы изначально готов склониться и смириться. И, безусловно, любое изучение, любое, понимаете, языка, музыки, искусство, оно основано на, понимаете, на какой-то творческой свободе. Поэтому, например, уча детей маленьких, мы ставим перед собой, например, в своем проекте и ищем таких преподавателей, которые бы полностью эти клише ломали, которые бы давали им ощущение полной свободы. Еще один звонок. Алло. Добрый день. Добрый день. Способности есть вообще-то у людей разные. У кого к языкам, у кого к наукам. Но вот у меня на опыте моих знакомых лучше всего язык учить, когда человек один попадает в чужую языковую среду. По неволе даже самый тупой человек выучит язык. Спасибо. Большое вам спасибо за точку зрения. А как вы думаете, метод бросить котенка в воду? Вот это пресловутая языковая среда, она о двух концах и очень опасная. Объясню почему. Человек действительно попадает в языковую среду, у него сильнейшая мотивация, он начинает учить его, то есть он осваивает в большинстве сослуха в магазине и достигает какого-то уровня. И дальше вот то, что по-английски называется осификейшн, окаменение. Он достиг определенного уровня. Он в магазине объяснился, он на рынке объяснился, он на работе сказал hello. И все. И молодец. Совершенно верно. Он им больше не занимается. Понимаете, и происходит такое личностное падение, потому что он родной язык забывает, потому что он… Не слышит его, да? Да. Ну, не совсем, конечно, но уровень языка падает. И на этом языке он не освоился, понимаете, до конца. Он набрал какое-то минимум. Как ни крути, язык требует работы. Это вообще очень интересный вопрос, потому что… Ведь сейчас мне приходилось встречать такую точку зрения, или это точки зрения, потому что там разница есть, о том, что в принципе классический английский язык уже теряет свое значение как международный язык, просто потому что существует столько версий языковых, ну, связанных с тем, что никто не знает его хорошо. Ну, правильно, миром правит фьюжн, это известно. Да, и что, в принципе, будущее стоит за такими вариантами, как вот basic English, simplified English, такие… Глобиш это называется. Глобиш. Глобиш, да. Глобиш. Ну, вот глобиши такие. Вы знаете, что вышел учебник по глобиш? Нет. Его написал англичанин, да. Это усеченные, ну… А как по-русски это бы звучало? Как интересно. Глобал English. Не, понимаю, глобал English. Глобиш. А происходит он от пиджин языков. Это все усечено, упрощено, там больше разрешено, там меньше ограничений, чем в классическом английском. Но понимаете, что происходит? У них полторы тысячи слов в этом глобиши. Что происходит? Да, не густо. Я, честно говоря, не представляю, как человек, владеющий свободным языком, может говорить только этими словами, чтобы вы понимали. Но тот, кто учит этот язык, он заранее себя вставит в положение… Ну, на определенную ступеньку социальной лишницы, скажем так. Да, ниже, понимаете, зависимости. То есть он уже заранее не планирует быть студентом Оксфорд, к примеру, или там… Может, об этом не думает. Да, просто мы подошли, на мой взгляд, к очень важной теме, которая касается любого обучения, да, особенно обучения маленьких, именно подростков, людей, которым жизнь предстоит. Все зависит от амбиции, как бы, семьи и амбиции ребенка. Если мы хотим, чтобы ребенок мог реально выбирать в этой жизни Оксфорд, Кембридж, там, не знаю, неважно, там, любой вуз, там, высокого уровня, то мы однозначно должны понимать, что уровень пиджин нас не устроит, да, что мы должны этого человека учить на языке полноценно функционировать и разговаривать и про литературу, и про театр, и про музыку, и про математику, и про науку. Потому что иначе он никому не интересен. Я уж не говорю, что он не может сдать экзамены, предположим, да, которые были бы сертифицированы в мире и давали бы ему какие-то серьезные права. Но даже если мы отбросим этот факт, хотя тоже, в общем, странно, что мы его будем вдруг обдрасывать, но предположим, то совершенно правильно мы сейчас обсуждаем, что этот человек заведомо себя ставит на очень ограниченную какую-то социальную позицию. Это надо отдавать себе в этом отчет. Но он может этого не осознавать, конечно. Как и многого другого в этой жизни. Но научился полторы тысячи слов. И молодец. Да он функционирует, это очень практично. Ну, функционирует, что мне еще надо, называется. Я сталкивался с таким. Но это психологически, понимаете, психологически это подавляет. Потому что он в зависимости от того, что ему скажут. Он не поймет, если нечаянно native speaker использует больше, чем полторы тысячи слов. Ну, я встречался как раз вот насчет вот социального статуса. В Испании столкнулся с очень интересным явлением, когда вот этот британский native speaker, да, сказал такую вещь. Он говорит, здесь полно, говорит, людей, которые владеют кабацким английским. Ну, смотрите, это... Он имел в виду, что это язык, вот как вы говорите, которого достаточно для того, чтобы ходить на рынок и общаться в пабе. Вот, там как-то, наверное, не очень надо. Даже больше. Вот, знаете, есть такая, я не знаю, принято ли это в Риге, но, например, очень было модно посылать детей в семью поучить язык. И когда вот я открывала проект, и я с этим часто сталкивалась, и я говорила, ребят, а скажите, вас не смущает, что тут уровень языка, с которым он сталкивается в семье, это вот ровно провилку, ложку, передайте мне кофе, дайте мне чай. И за довольно большие деньги ребёнка отправляют в семью, чтобы с ним поговорить про ветчину. Ну, в общем, это тоже, конечно, решение, но надо точно себе честно отдать вопрос, что ты... ответ, простите, что... дать себе ответ, что ты получишь человека, который умеет разговаривать про ветчину. Ну, супер, отличная история. Ну, наверное, разные люди должны быть. Кто-то про ветчину, кто-то про ветчину. Вот о том, что делать в дальнейшем, как добиться большего успеха и насколько английский язык нам пригодится в ближайшие десятилетия, мы поговорим во второй части нашей программы, которая сегодня посвящена изучению иностранных языков и, в первую очередь, в Риге. Оставайтесь вместе с нами. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болком. Итак, мы продолжаем нашу программу. Деловая среда, которая посвящена сегодня изучению иностранных языков, в первую очередь, в Риге. У нас в гостях эксперты наши основатель London Gates Education Group Юлия Десятникова и руководитель языковой школы класс С Клариса Перельмутер. Но позже мы еще свяжемся с основательницей школы норвежского языка Дарья Нечапуренко. Она у нас будет по телефону с нами будет разговаривать. Итак, мы в первой части нашей программы говорили о том, что действительно отсутствуют какие-то ограничения, связанные от какой-то природного недостатка способности к изучению иностранных языков. Мы поговорили о том, что это действительно очень важная вещь, что в принципе нельзя стартовать с изучения, рассчитывая на какие-то упрощенные версии. Упрощенные версии оставляют вас внизу социальной лестницы. И вот сейчас хотелось бы задать мне вопрос, который касается как раз этому движению по этой самой социальной лестнице. Ведь, к сожалению, нужно не просто знать язык, а чтобы сделать себе карьеру, нужно еще и всевозможные экзамены сдать, условно говоря, справки иметь. Вот скажите, пожалуйста, Юля, ваша учебная... Наш образовательный центр, да, наш образовательный центр, как я уже сказала, аккредитован британским экзаменационным советом ЭДЭКСЭЛЬ. И мы полномочны готовить и принимать экзамены на британский аттестат зрелости A-Level. Люди, которые закончили и сдали у нас таковые экзамены в Риге, получают ровно тот же сертификат, который... У нас нет своего сертификата, да, мы имеем просто международную аккредитацию. Ровно такой же аттестат зрелости, который получает ребенок, который заканчивал школу в Британии, в Шотландии или в любом другом международном интернациональном центре, имеющем подобную аккредитацию. Это как раз никак не связано с качеством преподавания и вообще всеми замечательными высокодуховными вещами, которые мы обсуждали до этого. Это очень практический вопрос, но это, безусловно, важно, и это открывает нашим студентам дорогу в любой вуз мира, потому что британский аттестат, естественно, он сильно интернациональный. Вот скажите, пожалуйста, насколько действительно, чтобы попасть в британские вузы, да, очень важно иметь, так скажем, вот соответствующий уровень вот этого аттестации? Смотрите, это всегда удобно, когда вы вступаете в любые отношения с социальной системой, удобно действовать в рамках тех правил, которые этой системе понятны, да. Поэтому, да, вот имея опыт Москвы, где у нас уже прошло 4, вот скоро 5 выпусков, я могу сказать, что да, наши выпускники успешно штурмовали и Imperial College, и Medical School, и Германию, и Францию, и Штаты. Да, безусловно, сегодня такой опыт у нас есть, и это очень украшает их жизнь, это очень удобно. Скажите, пожалуйста, вот мы здесь всё время говорим про английский язык. Я обращаюсь к вам, к лицам заинтересованным, вы всё-таки связаны в первую очередь с английским языком. А какие перспективы вообще у людей, которым сейчас 20 лет, в дальнейшем жить с английским языком? Правда ли, что он и до конца века, может быть, до десятилетия останется языком, так скажем, межнационального общения? Либо, как говорится, всё меняется, всё проходит. Когда-то был немецкий, французский. Вот, Клариса, ваша точка зрения? Знаете, в принципе, я не могу иметь свою точку зрения, потому что я действительно не знаю. Это, в общем-то, скорее социальный или, я не знаю, политический вопрос. Бог его знает, как всё разовьётся. Но я читала исследования британского лингвиста, какой-то там был Дэвид Грэндоу, что-то в этом духе, который утверждал, что сейчас, в ближайшие 10 лет, будет очень сильный взлёт интереса к английскому языку, что количество изучающих достигнет трёх, владеющих, трёх миллиардов, и потом обвальный спад. И к 50-му году... Да, то есть может измениться вот эта самая языковая парадигма. Так он говорит. Хорошо. Вот надо сказать, что, конечно, одним английским языком в Европе, прямую очередь, особенно ты не проживёшь, потому что существует ещё много и других. Вот сейчас у нас на связи ваша коллега, основатель школы норвежского языка Дарья Нечапуренко. Она занимается как раз вот достаточно редким языком, скандинавским, норвежским языком. Здравствуйте, Дарья. Вы на связи. Добрый день, Домсантин. Добрый день, коллеги. Добрый день, радиослушатели. Здравствуйте. Итак, Дарья, первое всего такой вопрос. Вы занимаетесь подготовкой... Я знаю, что у вас есть школы норвежского языка. Почему именно норвежский язык? Насколько вы считаете, он востребован? Норвежский, потому что я сама получила два высших образования в Норвегии. Я уехала туда семь лет назад, освоила язык там в университете и почувствовала своё желание преподавать этот язык тем людям, которые приехали в Норвегию из Латвии, Литвы, Эстонии, России, то есть стран бывшего союза. Насколько язык востребован? Я считаю, что он очень востребован, потому что в Норвегии очень много людей из Латвии, из Литвы, из Эстонии, из стран, которых я называла, но без норвежского языка они не могут достичь целей, которые они себе поставили. Вот это очень важный вопрос, который я хотел вам задать в первую очередь. Мне приходилось в Европе сталкиваться с точкой зрения, что практически везде можно сделать карниру, добиться успеха на английском языке. В Норвегии без норвежского языка это можно сделать на одном английском? Как вы думаете? Думаю, что нет. Я то, что думаю, знаю, что нет. Зависит от амбиции человека, про которую сегодня говорили мои коллеги. Зависит от мотивации и от цели. То есть зачем человек приехал в Норвегию? Если его устраивает физическая работа, если его устраивает такая работа, как, например, развозить почту по ночам, то да, он может найти работу с английским языком. Однако сейчас в Норвегии огромная тенденция, что даже уже на такой работе спрашивают знания норвежского языка, хотя бы элементарного. Если мы говорим о человеке, который целеустомленен, и который говорит, что я достоин в жизни большего, то без норвежского языка в Норвегии у него не будет такой перспективы, у него просто не будет возможности. Конкуренция очень высокая, поскольку уровень безработицы растет в связи с политическими происшествиями, которые мы все с вами наблюдаем. То есть норвежский язык – это в первую очередь то, что дает людям возможность обустроиться в Норвегии и дает возможности той жизни, за которой туда люди приезжают на самом деле. Большое вам спасибо, Дарья, и всего самого доброго. Благодарим вас. Спасибо. И вот это как раз точка зрения человека, который говорит, преподает норвежский язык, который находится в стране, в которой, кстати, английский язык, я там там работал, очень развит. Но мне кажется, что вопрос не должен стоять так, что или-или, допустим, там английский или там норвежский. Вопрос, наверное, в идеале должен стоять так, почему бы не английский и плюс еще какой-то один, а то и два. Обязательно. Да, в конечном счете можно говорить о разнице степени владений языками, но вполне возможно, что это, в общем-то, помогает. Вот как вы думаете, Юлия, вот если вот к английскому, какой язык вы бы выбрали вторым? Вы знаете, на мой взгляд, совершенно неважно какой, опять же, вопрос принципа и установки, поскольку мы находимся с вами в Латвии, которая по определению изначально является билингвистической страной, да, очень большая часть населения изначально владеет и русским, например, и английским. То есть у ребенка изначально, в принципе, есть вот эта идея билингвального мировосприятия. Если вы на нее вовремя одели еще и английский язык, то у вас уже, мы с вами говорим о некой полилингвистической среде, да, на которую очень легко добавить что угодно другое. Например, я даже уже сейчас на основе тех студентов, которые есть в Лондон-Гейтс, в Латвии, в Риге, я могу вам сказать, что у нас есть семьи, где дети говорят на трех-четырех языках. Мы же в рамках своего центра где-то к возрасту 10-11 лет всегда предлагаем еще дополнительный язык и даем потом возможность сделать по этому языку, сдать экзамен на A-Level. Это может быть любой европейский язык, немецкий, французский, испанский. В общем, это совершенно, на мой взгляд, не так важно. Очень удобно, например, учить немецкий, это уже или французский, из очень практических соображений, поскольку две эти страны имеют опцию бесплатного высшего образования для иностранных студентов. Это уже, так сказать, такой практический угол зрения на этот вопрос. Расширяет возможности. А скажите, пожалуйста, а вот, допустим, с английского языка на какие другие языки легче переходить? Вообще существует какая-то вот связь? Мне кажется, что сейчас востребован был бы испанский. Но если говорить о том, что где бесплатное образование, то есть и другая практическая цель – недвижимость в Испании, в котором говорят на испанском. Это тоже верно. И ее там легко купить, и там всех ждут, и всех любят, и там солнце. Да, я работал там три года, и вы знаете, я был поражен того фразы, когда испанец, нативный испанец, сказал, что «I speak English». И после этого выяснилось, что это была одна из пяти фраз, которой он владел. Но, тем не менее, он был ужасно горд этим. Уровень знания английского языка, особенно в глубинке, он, так скажем, не блестящий, а все-таки работать-то надо. Очень много туристов из той же самой Британии, Ирландии, из скандинавских стран, с которыми не по-английски должны общаться. Ну, не по-фински же. Но это во многих европейских странах. Во Франции. И это было очень востребовано. Я удивился, что, допустим, люди из бывшего Советского Союза, которые, в общем-то, достаточно бегло говорили по-английски, они чувствовали себя достаточно уверенно. А испанский осваивали потом. Это правда. И мне кажется, что все резоны, которые изложила и я, и Клариса, они имеют место быть. Поэтому мне кажется, что любой европейский язык, можно найти резоны, почему он хорош, скажем, да? И он замечательно будет монтироваться с английским языком. Но мы как-то все очень практично ко всему этому подходим. Но изучение другого языка, как вот мой профессор говорил, чужого языка, он настаивал не иностранное, а чужое. Чужого языка – это другая, иная картина мира. И вот чем больше вы их знаете, тем больше у вас этих картин. Ну, изучают же люди какой-нибудь шумерский, латынь и прочее. Не хочется из себя делать такого сухого практика. Но вы знаете, здесь есть очень интересный вопрос. Подписываюсь руками и ногами. Вот как раз Юля упомянула о том, что здесь у нас в Латвии с детства дети владеют русским языком, им приходится, потом они изучают и латышский язык, латышские дети могут контактировать с русскими, они тоже, связь идёт потом, но уже в первую очередь уже в школе, а где-то и в садиках начинают английский. Уже от английский включается, да. А вот что вы скажете? Ведь существует точка зрения, что такое билингвальное образование, образование, оно вредит, ну, так скажем, развитию ребёнка. Он, в конечном счёте, путается в языках. Это же касается не только русского и латышского, это уже английского языка. Вот вы говорите, что у вас с двух лет дети, да. Это им не мешает по вашему опыту? Ну, смотрите, здесь опять я снимаю шапочку руководителя образовательного бизнеса и одеваю шапочку доктора психологии. На сегодняшний день на основе последних нейрофизиологических исследований психофизиологии абсолютно доказано, это можно посмотреть, есть картинки, что мозг билингва развит принципиально иначе, чем мозг поля человека, который говорит на одном языке, что это даёт ему огромные интеллектуальные и понятийные преимущества и сделать своему ребёнку более дорогой подарок, чем сформировать его как билингва, ну, довольно сложно, потому что это во многом определяет его познавательные способности, касающиеся не только языков, а любого аспекта сферы познания как таковой. Это доказанный факт, он не требует сегодня обсуждений. Я хочу напомнить, телефоны нашего прямого эфира 672-12-939, 672-13-939, а следующий вопрос у меня будет уже к Ларисе, к вам, и касаться он будет не детей, а людей старшего возраста. Известно, что в Риге около 25% пенсионеров. Вот скажите, пожалуйста, мы уже раньше упомянули о том, что у вас на курсы приходили даже 80-летний работяга приходил, да? Вот, ему нужно было изучать английский язык. Скажите, пожалуйста, а вот в принципе изучение языка сейчас людям старшего возраста, так скажем, сеньорам, это актуальный вопрос? Это частные случаи? Либо вы прогнозируете, что это может развиваться, это может стать целым направлением? Ну, людям нужен язык, к сожалению, очень часто бывает, что нужен в связи с тем, что они не могут здесь найти работу и уезжают в англоговорящие страны. А если не в англоговорящие, то хотя бы знать английский, чтобы общаться, понимаете? То есть, и вот второй вариант – дети, внуки, которые говорят по-английски, и с внуками – это просто трагедия, потому что бабушка хочет общаться, а то, что может она, это не общение, вы понимаете? Ребёнок ждать не будет, пока она выговорит. Понятно. У нас горит телефон. Так, сейчас мы примем ещё один звоночек. Алло. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Всё правильно. Мозг Белингово, он раз уж по-другому, это действительно преимущество перед обычными людьми, но надо понимать, кто такой Белингов. Ведь есть же исследования Лури и Леонтьева, которые говорят о том, что кто такой Белингов? Это человек, у которого мама и папа – люди разных национальностей, и они с рождения со своим ребёнком говорят на своём языке. И ребёнок с рождения от мамы слышит одну речь, от папы – другую. Вот этот человек и является истинным Белинговом и становится тем самым с необыкновенным мозгом человеком, о котором мы говорим. Разве не так? Хорошо, большое спасибо за вопрос. Юлия, это, судя по всему, к вам. Это не совсем правильно. Это, знаете, как в фармакологии препараты, они имеют поколение. Я сама, как человек, выращенный и отчасти выученный в России, за огромным уважением отношусь к Лури и Леонтьеву. Но из серии шли годы, понимаете? С тех пор, как они это написали, прошло больше полувека. Изучение иностранных языков, понятие билингвизма, а уж особенно знания нейропсихологии и нейрофизиологии претерпели огромные изменения. Поэтому наш уважаемый слушатель абсолютно прав. Но просто эта информация немножечко устарела. Еще один звонок успеем принять. Алло? Алло, мы вас слушаем. Добрый день. Вопрос Юлии. Если Британия все-таки выйдет из Евросоюза, а мы таким образом станем для нее иностранцами, граждане Евросоюза, не станет ли для нас образование выше Британии совсем недоступным по цене, как для иностранцев? Спасибо. Спасибо вам. К сожалению, не могу ничего на эту тему сказать. Могу гарантировать только, что A-Level, вне зависимости от того, войдет или выйдет Британия куда бы то ни было, будет функционировать. А материальный аспект, честно говоря, не являюсь специалистом, не берусь предсказывать. Я думаю, что сейчас вообще не может никто сказать, потому что референдум по поводу выхода Британии назначен на лето, а пока его не произошло, это только все будут, скажем, гипотезы. Безусловно. Пока, к сожалению, наше время уже начинает подходить к концу, и поэтому я хочу задать вам достаточно короткий вопрос, который касается нашего города. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, Рига – хорошее место для изучения европейских языков, вообще иностранных языков? Вы знаете, ну, Рига вообще хорошая. Хороший город. И учить языки можно везде. Единственное, что вот, чего у нас, мне кажется, нет, у нас нет разнообразия систем и методик. Совсем. У нас нет выбора. Кто-то… В основном все традиционные методы. Почти нет нетрадиционных методов. Поскольку я сторонник нетрадиционных систем обучения языку, это как-то… Напрягает. Да. Хорошо. Ваше мнение, Юля? Я безумно люблю Ригу. Я из тех, знаете, девочек, которых бабушка возила сюда с пяти лет, поэтому мне кажется, что она прекрасна для всего, в том числе и для изучения иностранных языков. Но кроме этого сейчас происходят некоторые передвижения в социально-политическом, скажем так, пространстве, и Рига становится очень, на мой взгляд, таким живым, динамичным городом, в котором много чего происходит. А поскольку мы являемся, центр Лондон-Гейтс является как раз альтернативой и таким апологетом очень современных методик преподавания на языке, то мне кажется… Короче, мне в Риге дико нравится, и мне очень нравятся те студенты, которые к нам уже пришли, и те родители, которые нам продолжают приходить. Ну что ж, большое спасибо за ваше мнение. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях был основатель Лондон-Гейтс Эдюкейшн Групп Юлия Десятникова и руководитель языковой школы класса Клариса Перельмутер. Мы благодарим также Дарию Нечипуренко, она связалась с нами по телефону, она основатель школы норвежского языка. Я желаю всем хорошего изучения языков, поскольку, как мы поняли, языки – это богатство, которое остаётся всегда с нами. Всего вам доброго, до новых встреч. До свидания. До свидания.